это печенье конвертики из очень такого и мягкого и рассыпчатого теста внутри конвертиков цукаты из варенья сверху присыпанная кунжутом она очень ароматная и очень душистая со специями внутри просто красота вот посмотрите я тут разломила одну она очень такое такое довольно хрупкая хрупкая вот смотрите как крошится очень красивое печенье выглядит и и готовится очень-очень быстро смотрите продолжение дальше если вы хотите узнать этот рецепт начинаем приготовление нашего теста мы берем 400 грамм муки просеиваем ее мисочку сюда мы добавляем один пакетик ванилина это два грамма или ванильный сахар это 6 грамм одну четвертую часть чайной ложечки соли и пол чайной ложки или одну треть чайной ложки кардамона молотого кардамона он даст такой аромат что это просто потрясающе вот кардамон вот видите нужно брать молотой обязательно мне пришлось этот размалывать все через топку и в данном варианте у меня ванильный сахар это 10 грамм это все мы перемешиваем эту сухую смесь и оставляем пока в стороночку хорошенько чтобы все перемешалось чтобы все смешалось теперь мы это оставляем в сторону и берем другую мисочку которую будем замешивать тесто сюда мы добавляем одно яйцо и белок и желток сюда мы добавляем 200 грамм сахара песка не все высыпается и еще сюда мы добавляем сметану сметану мы берем полстакана или это там 100 грамм приблизительно по весу она сюда я добавила одну чайную ложку соды погасила в ней видите как сметанка поднялась уже если вы не хотите соду то можно разрыхлитель добавить тогда там пакетик разрыхлителя сразу в муку добавить я добавила соду сюда погасила ее и теперь это все нам нужно перемешать до однородной массы можно венчиком можно миксером как вам удобно и вот яйца с сахаром и со сметаной я уже перемешала в однородную такую массу теперь я добавила еще сюда 120 грамм сливочного масла размягченного сливочного масла чтобы оно мягкое было и нужно перемешать его или венчиком или миксером будет удобнее до однородной массы потом будем добавлять муку так вот посмотрите масса уже готова видите какая она стала теперь мы сюда добавляем муку теперь мы сюда добавляем муку муку я перемешала с ванилином с ванильным сахаром и с кардамоном и солью хорошенько перемешала чтобы она была равномерно везде теперь мы ее постепенно высыпаем за два-три раза мы высыпаем ее сюда в нашу эту смесь и жидкую и перемешиваем можно ложечкой можно лопаточкой потом в конечном результате все равно будем перемешивать руками потому что тесто будут густое и оно будет такое где-то как пластилин это тесто только сразу совсем всю муку не высыпайте смотрите как по составу вашей муки какая она тут яйцо какого размера поэтому должно получиться где-то как мягкий пластилин так вот я тесто уже собрала мне еще понадобилось сюда добавить 100 грамм муки получилось в общей сложности 500 грамм муки вот видите какое получается тесто она такое как мягкий мягкий пластилин вот такой консистенции она должна быть сильно его тугим делать не нужно она сейчас мягкая мы его скрутили вот так вот комочек и берем пакетик и складываем в пакетик его и разравниваем такой прямоугольный пласт вот так вот смотрите я его сложила прямоугольный пласт такой и теперь мы она сейчас очень очень мягкая мы его сейчас ложим или в морозильную камеру минут на 20 или на час-полтора в холодильник чтобы она немножко настоялась и слегка застыла потом будем делать наши печенюшки я уже вытащила наше тесто из холодильника она уже настоялась стала более таким твердым не совсем таким мягким мягким немножко пожестче я его разделила разрезала на три части и теперь один кусочек я забираю на стол стол посыпаю мукой чтобы она не липла и мы будем его раскатывать а два других кусочка мы убираем обратно вот в пакетик и ложим холодильник чтобы она не размягчалась чтобы нам удобнее было раскатывать этот кусочек мы немножко посыпаем мукой присыпаем и сверху и внизу стол чтобы легче было раскатывать чтобы она не липла и раскатываем толщиной где-то пол сантиметра желательно квадратный пласт потому что будем резать на квадратики я уже раскатала один пласт и края старайтесь сделать ровно или их обрезать нужно будет если они будут получаться или вот лопаточкой просто краёчки подвинуть так разровнять и слегка ну как бы прокатать скалкой чтобы выровнять сам пласт теста потом я его разрезала на такие квадратики где-то размером 4-5 сантиметров сюда и сюда потом начинка будет у нас в принципе любую можно взять начинку и джем и повидло и варенье можно взять и цукаты можно взять и орешки и сухофрукты все что угодно я в данном варианте взяла у меня было варенье делала это апельсины с мандаринами и с морковкой я выбрала из них цукаты на сито процедила жидкость стекла и я вот эти вот цукатики они очень вкусные очень мягкие варенье бесподобное получилось кстати можно его сейчас и приготовить у меня где-то есть фотографии там внизу посмотрите теперь мы берем немножко ложим на этого этих цукатов на наш квадратик и вот так вот заворачиваем одно сюда а другое сюда она очень хорошо прилипает и будет держаться а потом будем перекладывать когда все упакуем потом будем перекладывать уже на противень так вот уже часть я подготовила два пласта я раскрутила и вот часть осталось со второго пласта получается на один противень у меня поместилось печенюшек с полтора пласта противень я выстелила пергаментной бумагой слегка смазала его на всякий случай и вот смотрите выложила их на расстоянии на расстоянии друг о дружке чтобы они не прилипли то чуть-чуть чуть-чуть они набухнут и для украшения я взяла монет сначала я взяла одно яйцо и белок и желток я его сболтала помазала вот каждую печенюшку сверху тесто и присыпала взяла для украшения кунжут можно для украшения взять все что угодно или мелко мелко орешки нарезать или маг взять или кунжут или я не я даже не знаю или кокос элементарно взять ну можно и просто так без ничего когда ничего нет она так просто с украшением будет очень симпатично смотреться теперь мы это все этот противень мы ставим в духовку нашу на 180 градусов на 10-15 минут дольше чтобы она чуть-чуть слегка подрумянилась чтобы они были еще мягкие слишком долго их не нужно дольше времени потому что они потом становятся жесткие но пока это будет печься я на другие приготовлю такое печенье в результате у нас получилось его так много получилось на двух противнях пришлось его печь и очень быстро но такое вот посмотрите слегка золотистая в основном такое светленько я не его сахарной пудрой присыпать она и так само по себе очень красиво выглядит вот посмотрите как я тут достала один вот и и и и совсем не подгорела сейчас мы его разломим ломается очень очень легко такое знаете как рассыпчатая вот просто вот видите как это вообще просто красота если вам понравился этот рецепт попробуйте приготовьте его готовится он очень быстро если понравился то ставите лайки подписывайтесь на мой канал я буду очень рада приятного аппетита пока